Пушкинский чтение Сегодня ребята узнали не только про биографию и стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, они еще окунулись в эпоху того времени, так как многие вещи, как бал были описаны у него в произведении Евгений Онегин, ребята узнали, что такое бал и как же он начинался. И сегодня наше мероприятие началось именно с полонеза, так как это начиналось в то время, во время, когда работал и писал сам Александр Сергеевич Пушкин. Я считаю, что это очень хорошо, что ребята знают и помнят, какие вещи были в те времена и продолжают чтить эти традиции. Участники пушкинских чтений исполняли и декламировали произведения Пушкина и других поэтов-классиков. Пушкин прозвучал не только на русском, но и на английском и немецком языках. Это были выступления спектаклей, одиночные и коллективные. Многие пришли в костюмах. Здесь и там мелькали черные пушкинские цилиндры и молодые люди с бакенбардами. Стихотворение «Узник» было исполнено квартетом Акапелла. Знание русской классики – одно из важнейших составляющих в жизни образованного человека. Сейчас прошло очень хорошее мероприятие. Очень приятно, когда взрослые напоминают детям о таких великих поэтах, как Александр Сергеевич Пушкин. Очень приятно, что дети вспоминают и читают данные стихотворения, понимают их и данные проблемы, которые актуальны по сей день. Завершился вечер знакомством с творчеством советской художницы-графика Надежды Рушевой, известной своими пушкинскими работами. Каждый ученик чтений получил на память об этом замечательном вечере открытку с ее работой. Этот праздник дает детям посыл гордиться русским языком и одним из самых важных практиков этого языка – Пушкиным. Сегодня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, Всероссийский детский центр «Смена» традиционно проводит мероприятие, которое называется «Пушкинские чтения». Пушкинские чтения у бюста Пушкина на аллее российской славы становятся хорошей, доброй традицией. И каждый год собирает большое количество ребят со всей страны, из разных регионов, приехавших сюда с МИН на различные программы. И это радует, это говорит о том, что молодое поколение, которое так многие все ругают, что они не помнят своих корней, не помнят свою историю, они не любят читать. На самом деле читают, на самом деле переживают так же, как и мы, их родители, их бабушки, дедушки в свое время переживали стихотворения наших знаменитых, великих поэтов. Субтитры создавал DimaTorzok